Думаю, всем известно, насколько огромную важность представляет процесс сведения для современной музыки. Мои коллеги-музыкальные стримеры чаще всего, разбирая треки, вот именно подмечают какое-то вязкое, прохладное, вот слишком прохладное. Но наверняка немногие из вас знают, что почти всегда при сведении треков делают щит-тест. Щит-тест — это проверка звучания записи на самой обычной и максимально доступной технике, будь то EarPods, колонки JBL и т.д. И это не то, что я придумал назвать это дерьмом, а это как бы в общем в индустрии так принято. О том, почему то, с чего вы слушаете музыку, принято называть дерьмом, и что с этим можно сделать, мой сегодняшний ролик. Здрасте, вы на канале Сейна. Сейчас, товарищи, хочу сказать отдельное спасибо всем, кто хвалит дизайн превью и вообще дизайн моих роликов. Дело в том, что для меня это очень важно, очень приятно, потому что я вот никакого полноценного профильного образования не имею. И обычно, если эту фразу используют для того, чтобы похвастаться, то в моем случае это скорее пожаловаться, потому что я очень завидую тем, кто знает точно как, что, где должно располагаться. А так как я делаю дизайн абсолютно для каждого своего видоса, делаю каждую превьюшку, у меня очень много вопросов, на которые я никак не могу ответить. И я думаю, ни для кого не секрет, что визуальное оформление заметно влияет на продвижение моих видео. Кстати, обложки альбомов и релизов музыкальных исполнителей также повышают успешность этих самых релизов и их продажи. Поэтому важно, чтобы дизайн соответствовал этим целям, а графика, шрифт или композиция отражали настроение исполнителя. Если вас тоже интересует создание крутого визуала и вы хотите упаковывать смыслы в изображение и текст, рекомендую освоить профессию графический дизайнер. Сделать это можно в Яндекс.Практикуме. У них доступна бесплатная вводная часть, на которой вы попробуете себя в роли графического дизайнера. Придумайте идею для проекта и изучите функционал графического редактора Фигма. Если вам понравится обучение на платформе, вы можете освоить профессию с нуля за 9 или 12 месяцев в зависимости от программы, которую вы выберете. На базовой версии курса вы научитесь основам дизайна, будете разбираться в цвете, композиции и типографике. Также освоите основные инструменты Фигмы, Фотошопа и Иллюстратора. Я, к слову, владею только одним из трех. А за большими навыками вам на программу Графический дизайнер Плюс. Она включает базовую программу и дополнительные модули. Больше практики и дополнительные инструменты Индизайн, Афтер Эффектс и Тильда. Я не владею ничем из этого. К концу обучения вы соберете портфолио из более чем 8 проектов. Только посмотрите на работы студентов, которые уже прошли курс. Это же очень круто. Да я бы их сам нанял. Имея такие проекты в портфолио, вы сможете устроиться в дизайн-студию или найти заказы на фрилансе. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке под видео, чтобы начать учиться дизайну бесплатно в Яндекс.Практикуме. Возвращаемся к ролику. Как я сам к этому пришел? У меня, если что, нет музыкального образования. Я не умею петь, играть. У меня нет музыкального слуха. Я в этом плане самый обычный чувак. Мой дзен до того, как я сошел с ума, заключался в том, чтобы носить беспроводные полноразмерные наушники Sony. Вы все их знаете. У них миллион моделей с очень некрасивыми названиями. И это считается довольно крутыми наушниками. В среде людей, которые не очень разбираются, ну, они большие, они дорогие, они бас-бустят. Я на них тысяч по 15 тратил, а это было типа 5 лет назад. Это были очень нехуевые деньги для меня. И я сменил несколько поколений этих наушников Sony. Был доволен, но потом начал замечать, что я слышу не всю музыку. Знаете, когда ты слушаешь то у кого-то в тачке, то на чьей-то колонке, то на своих наушниках, ты можешь услышать как бы очень по-разному звучащую одну и ту же песню. И я начал больше сосредотачиваться на этой разнице. И постепенно пришел к тому, что слушая какие-нибудь группы типа Sleep Note, у которых очень много инструментов и в особенно зарубные моменты очень много одновременно кричит, звенит и играет, это просто шум. Я начал таким образом вслушиваться и вслушиваться в звучание своих наушников. А я тогда жил в Москве, и для меня оказаться в метро или, короче, вот оказываясь в любой толпе, я хочу закрыться в наушниках. Мне так просто психологически проще долго пребывать в кучу народа, поэтому у меня много времени было, чтобы на музыке сосредоточиться. В общем, в этих самых моментах мои наушники издавали в основном шум. И чем больше я сосредотачивался, тем больше становилось очевидно, что это влияет на меня каждый день. Куча новых песен мне не нравится, потому что они просто неправильно звучат в моих наушниках. И вот это вот самое ощущение, с которым я раньше очень часто сталкивался, что выходит какой-то вот новый метал-трек, и как-то вот, как-то ну вообще не заходит. Но именно звучит как совсем херня. Ничего же не слышно, ничего не понятно. И чем больше я вслушивался, тем больше задумывался над тем, насколько это влияет вообще на мое ежедневное восприятие, что мне вот какие-то треки новые, которые я слушаю, не нравятся. В том числе ведь поэтому меня не может зацепить там сложный рефак, или вот какой-то сложный трек, потому что я его слышу наполовину как шум. Ну не наполовину, но вы понимаете, о чем я говорю, это влияет на вас каждый день. И первое откровение у меня произошло, когда я скачал себе на комп кучу треков во флаке, кто не знает, это формат без сжатия, и включил их в тех же наушниках, но просто через провод. Чуваки, разница была невозможная. И как раз вот все это, все эти места, которые я до этого слышал как шумы, я расслышал гораздо лучше. Это изменило мое восприятие вообще, потому что теперь я не мог перестать думать о том, что слышу музыку не до конца. И слушаю какую-то ухудшенную ее версию. Я начал гуглить, изучать, узнал о существовании такого класса устройств, как Hi-Fi, вообще понятие Hi-Fi звука, Hi-End, ля-ля-ля. Начал в это углубляться, и я сейчас сразу вас не буду грузить, но я сходил в Hi-Fi магазин, мне дали просто какой-то плеер и просто какие-то наушники. Я их прям вживую сравнил со своими, и это разделило все на до и после окончательно. С того момента я понял, куда мне нужно грести и двигаться. В чем же проблема? Я сейчас буду излагать дилетантским языком и кратко, но понятно. Тем, кто больше заинтересуется, я даже порекомендую, какие каналы на ютубе посмотреть, чтобы больше разобраться в теме. Так вот, в чем проблема с тем, как мы слушаем музыку? Вообще, у нас есть вот набор нулей и единиц, это музыка в музыкальном сервисе или там на внутренней памяти нашего устройства. У нас есть то, как мы это передаем, и у нас есть то, что это воспроизводит. То есть вот в начале у нас есть 0001, то, как это записано, в конце у нас есть звук, который издается динамиком. И есть то, что ведет одно к другому. Проблемы на всех трех этапах. Первое. Источник. Как правило, это телефон. Фишка в том, что процесс вот этой вот расшифровки нулей и единиц, он происходит параллельно с открытым WhatsApp, еще 20 приложениями, еще кучей трекеров, еще ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, эту задачу обрабатывает тот же процессор, который обрабатывает все остальные задачи в вашем телефоне. И он не всегда может с этим справляться. Собственно, часть вот этой информации, которую он не сможет быстро обработать, она будет замаскирована. Тоже там можете подробнее прочитать, что именно с этим происходит. Но, в общем, уже на стартовом этапе вам дается не совсем вся музыка. Второе. Это то, что передает. Чаще всего у нас это Bluetooth. Там все AirPods работают по Bluetooth. И тоже я не дам вам конкретной информации, почему именно, но Bluetooth гораздо хуже, чем провода. Нужно ли говорить, что AirPods'ы хуёво звучат? AirPods'ы я хейчу персонально, но это же относится там и к колонкам JBL, и тоже к наушникам Sony, и ко всему. Это устройства, которые настроены так, чтобы маскировать хуёво звука по Bluetooth'у. То есть AirPods, опять же, у меня нет претензий к ним, как к гарнитуре. Это лучшая гарнитура на планете. Они суперудобные, суперраспространённые. На айфонах красивые анимашки. Базара нет. Но там никто не пытался сделать наиболее качественный звук. То есть цель просто, в принципе, этого устройства была не в этом. Да и более того, Apple никогда и не славились каким-то особенно хорошим звуком. Это не их фишка. И тупее штуки, чем купить себе вот эти AirPods Pro Max именно для прослушивания музыки, вообще, в принципе, на планете нет. Потому что в любом случае, качество звука, которое просто даже близко к проводу, у вас эти полноразмерки по Bluetooth'у не выдадут. И вся их начинка настроена не на то, чтобы подать вам вот изначальный материал, так как это задумал исполнитель, а так, чтобы это было наиболее качёво и прикольно при условии, что у нас полкачества уже по Bluetooth'у проебалось. Ах, ну да, и ещё вы слушаете это через стриминговый сервис, где всё тоже сжатое. Я прекрасно понимаю, что все здоровые люди уже выключили видео к этому моменту. Но раз вы не выключили, сейчас я покажу вам, как слушаю музыку я. Да, это плеер. Да, в 2023 году я хожу с плеером, который и с точки зрения интерфейса, и даже с точки зрения дизайна кнопочек и их вот этого уёбищного виброотклика полностью даёт мне экспириенс Sony Ericsson из 2009 года. Невероятно! Цену этого комплекта я скажу позже, но важнейшая штука, 100% моих друзей, которым я давал послушать свою вот эту вот связку в сравнении с их иногда более дорогими Bluetooth наушниками, которые они используют, 100% моих друзей заметили разницу. Разница есть. Дальше только вопрос, насколько вы готовы ради этого пострадать. Справедливости ради пострадать, по-моему, немного. Я не теряю возможности слушать музыку с музыкальных сервисов или вообще перенаправить в свой плеер звук с телефона или компа или любого другого устройства с Bluetooth. Что? Bluetooth? Ты же говорил, что это поебота. А вот какой фокус. Я использую плеер как ресивер, то есть передаю сигнал с телефона на плеера, с плеера на наушники, потому что таким образом как раз-таки эта задача по расшифровке нулей и единиц перекладывается с процессора моего телефона на процессор внутри плеера, который больше никаких задач, кроме расшифровки моей музыки, не выполняет. И опять же, слушая музыку даже с одного и того же телефона напрямую с телефона на Bluetooth наушники и с телефона на плеер и на наушники, которые к нему проводом подключены, вы услышите разницу. Звучит как ёбень какая-то, но опять же, вы можете это проверить в любом музыкальном магазине. Ну и, конечно, часть записей, которые мне интересны именно прям вот жестко, мои любимые группы, любимые альбомы, у меня это все дело скачано на плеер и часто я использую его без телефона вообще. Притом, более того, в части случаев мне это гораздо удобнее. Например, когда я в зале занимаюсь, мне вообще не нравится ходить с телефоном. Он тяжелый, в кармане шорт его постоянно держать нельзя, и мне его нужно каждый раз класть у какого-то тренажера, когда я их меняю, и тоже следить за ним, потому что я боюсь, что его спиздят. В случае с плеером он почти ничего не весит. Я убираю его в шорт и включаю себе альбом целиком, какой-нибудь, который мне нравится, и я заранее позаботился, и там часть альбомов я, в принципе, расслушал благодаря тому, что вот был сосредоточен с ними, с плеером в зале, и сам плеер мне, собственно, вообще не мешает. Я там что на дорожке, что на каких-то силовых тренажерах, просто не вынимаю его из кармана и даже его не чувствую. Кайфовое ощущение. Ну и, конечно же, наиболее близкие мне по духу зрители уже поняли еще один плюс всех этих плееров, наушников и другой хай-фай техники. Это огромный кладезь железяк, на которые можно дрочить и смотреть обзоры годами. Я знаю, что часть из вас любит это так же, как и я. Да, чуваки, сфера огромная. Куча плееров за кучу лет, куча наушников, куча фишек. У них у всех разные дизайнники, очень много мнений про это. И если вы любитель во всем этом покопаться, то это рай. И из этого же исходит, что все слоганы, с помощью которых наушники вам продают и другие музыкальные устройства, там колонки и все такое, оно все рассчитано на незнающего пользователя. Как вот эти мегапиксели в телефонах и камерах, которые дошли уже до абсурда, потому что вот опять же, реальный пользователь не знает там ни характеристики объективов, ни что за что отвечает, ни что такое полнокадровая и кропнутая матрица. Вообще, его все это вот не интересует, но можно сказать, что у нас больше мегапикселей, чем в прошлом году. И незнающий человек такой, да, но наверное мегапиксели это важно. Вот то же самое, сколько всего вам продали с экстра басом, с супер басом. Это же все взялось не от каких-то там басхедов с профессиональным оборудованием, которые в первую очередь выслушивают там реальную бас-гитару или синты басовые или что-нибудь еще. Нет, это вот ровно сегмент людей, которые такие, а, ну в тачку я сабвуферы, короче, поставил, ну слышь, как... Вот это да, вот это охуенная музыка. И можете взять и попробовать на колонке JBL какой-нибудь включить там Высоцкого или другую музыку чисто с акустической гитарой, и там тоже будет самая широкая струна у вас звучать вот примерно как в треке Биг Бэби Тейпа. То есть, понимаете, этот вот овербас у вас распространяется на всю музыку и тоже влияет, насколько вам может вообще зайти акустическая музыка, у которой вот у гитары одна струна, оказывается, блядь, синтовый бас может вам ебануть. И опять же это не лишено смысла, потому что, ну, куча людей не так уж важны. Это вот кристальное звучание, и чтобы все точно было, и т.д., и как-то разслушать музыку у них особо нет времени. И в этом плане реально наушники, которые тупо-тупо удобней, или тупо держат дольше зарядку, или вот какие-нибудь еще причины, не относящиеся к звучанию, они могут стать причиной для покупки наушников. Но опять же, вот весь этот широкий консюмер-сегмент, он рассчитан на людей, которые в музыке не разбираются, в звуке не разбираются, и в принципе как-то точно и качественно, не то, чтобы хотят. То есть весь этот рынок вообще не про это. Про это только хай-фай рынок. И у меня здесь нет рекламы хай-фай девайсов, и нету какого-то там международного объединения хай-фай-производителей, которые мне заплатили. Нет, просто реально простая информация, что есть консюмер-электроникс для просто людей, которые заточены там на удобство использования и всякое такое, или дешевизну даже в том числе. А есть вот хай-фай-сегмент, который именно про то, чтобы музыка звучала как была задумана. Но если вы небольшой любитель, то тоже есть варианты. И для тех, и для других, я рекомендую канал Netbox. Это, по-моему, один из лучших, доступных и качественных каналов про хай-фай-технику, в том числе очень доступную. И для тех, кто хочет жестко разобраться, я рекомендую канал целиком. А для тех, кто не хочет, конкретно два ролика. Один с бюджетными наушниками, другой с бюджетными источниками. Для старта можете взять себе дешевый или бэушный плеер. Я расскажу свою стратегию с бэушками. Или можете взять себе только ресивер. Если вы понимаете, что вам там влом скачивать музыку, хранить ее на карточке и т.д., вы пользуетесь исключительно стримингом, то есть девайсы, которые без экранчика, без всего. То есть это просто штука, которая как раз отдельный процессор, который у вас куда-нибудь удобно крепится на клипсу, не занимает много места и импрувит качество вашего звука с телефона на невероятно дохуя процентов. Так вот, сколько стоит мой суперкомплект. Самый первый я купил за 9000 рублей на Авито. Это дешевле и чем Airpods'ы, и чем Соньки, и чем дохера чего еще. В чем фишка была моего комплекта? Что это довольно старый плеер, но с довольно качественным звучанием. Он был сильно побитый и шел сразу в комплекте с наушниками. Я из-за того, что это была моя первая покупка, плюс я экстренно уезжал из России, решил, что это супер вариант. И также вам, если хочется ворваться во всю эту движуху, рекомендую на барахолках искать именно сразу комплект. Все равно не стоит пытаться сразу купить лучшее, у вас еще будет меняться вкус, предпочтение и т.д. Короче, найдите вариант сразу на Авито с наушниками и плеером хайфайными. Искать можно просто по названию фирм, там тоже остальные вы легко выучите, посмотрев пару видосов с канала Netbox, там Fio, Shanling, iBus, Hiddis, Hybe и т.д. И напоследок обращу еще на пару вещей ваше внимание по сравнению с Airpods'ами. Вот просто как работает маркетинг там и сям. Покупая что плеер, что ресивер, вы возвращаете себе джек. То есть теперь все эти колонки с джеком на тусовках, тачки, в которых нет блютуса, но есть джек, и все остальные места, куда джек не завезли, как ваш телефон, теперь вам доступно и то, и все. Поздравляю. Во-вторых, наушники вот дорогие, там чем дальше вы будете этим увлекаться, тем дороже у вас будут наушники. Но решен ли там как-то вопрос с проводом, да? Потому что вернулись в вашу жизнь провода, их можно порвать. Так тут коннекторы съемные. Если вы порвете провод, вы просто купите другой провод. Вы такое, блядь, когда последний раз видели в каких-то массовых наушниках. Конечно же, они все плетененькие, такой вот формы, чтобы не запутываться. Они идеально сидят в ухе за счет посадки. Вам это кажется необычным, но они реально не вываливаются. Опять же, я в них в зале, что на дорожке, что на дренажерах был, ахуенно все держится, выпасть не норовит, и можно еще удобно свесить их с ухо, что-нибудь послушать, а потом вставить обратно. Ну и конечно же, естественно, EarPods'ы и просто Bluetooth наушники полноразмерные гораздо удобней. Свои полноразмерные Sony я до сих пор часто использую для повседневных задач, и если там мне нужно носиться по кухне, готовить еду, и я параллельно смотрю какой-нибудь обзор, я использую Bluetooth наушники. Но, чуваки, для прослушивания музыки, вот вы это один раз увидите и не развидите, услышите и не расслышите уже больше никогда. Поэтому, если вы так же любите музыку, как и я, я настоятельно вам советую эту штуку попробовать. И из этого всего следует, что даже дешевые наушники, которые вы купите, то есть там за какие-нибудь там 3000 рублей на Алиэкспрессе и подключите их в какой-нибудь нормальный источник, они будут звучать точнее. Да даже вот если представить ультрабюджетную связку, что у вас USB-C или Lightning, то есть просто входящий в разъем вашего телефона, DAC, это вот такая маленькая висюлька, в которую вы втыкаете свои наушники, вот за 3000 рублей, купленные на Алиэкспрессе, они будут звучать точнее, чем ваши наушники за 15 тысяч с Bluetooth. То есть там можно по-разному в итоге их сравнивать, там есть куча действительно характеристик, по которым можно сравнить наушники, но как минимум точнее они будут звучать. И если вам интересно это попробовать, настоятельно рекомендую вот таким образом это сделать. И естественно, чем дальше будет проходить сравнение, то есть условно вы готовы там на это Hi-Fi уже 15 тысяч потратить, это будет вообще другая планета от того, что вы получите за даже 30 тысяч вот в этом консюмер-сегменте. И я еще раз настоятельно рекомендую вам все слушать, потому что точнее не значит приятней. То есть такая штука, что всем рассказывают, что когда вы впервые вот услышите Hi-Fi звучание, вам будет казаться, что очень много высоких. И очень много кому вот именно высокие звуки очень сильно режут. И у меня это прошло там буквально за пару дней, но первое время ты охуеваешь, что вот оказывается у тебя из-за вот этой бас-буста движухи все это время вся твоя музыка была как бы уведена вниз. А оказывается столько там всяких криков, писков и всего такого. То есть к некоторым вещам нужно даже просто привыкнуть и потом принимать решение. Но опять же, вы будете привыкать к реальному миру, к тому, как это реально звучит, а не к очередной заводской настройке, которая зависит от того, что сейчас модно писать на упаковке наушников, чтобы чувак, который не разбирается, сказал, о, ну блять, раз экстра бас-бустит, то нормально. А если вы такой же больной, как и я, уже и так задроченный на звук, и у вас есть какая-то своя история обращения с этим, как вы вошли в хай-фай, или разочаровались в хай-фае, или вы вообще считаете, что я ебанат, и все, что здесь сказал, сказал неправильно. Напишите об этом, пожалуйста, в комментах, мне будет интересно. А если вам не хватает музыки, которую послушать, то у меня есть офигенный закрытый паблик ВКонтакте, вход в который 5 баксов через Патреон, или 350 рублей на Бусти, и там мои рекомендации музла в огромном количестве архив за 5 лет. Можете по любым жанрам, направлениям найти себе новой музычки, а заодно книжка, книжек и всего остального. А еще у меня есть закрытый чат фокус-группа Сейна, в которую я публикую свои ранние наработки, черновики проектов и всякую такую информацию. Поэтому если решите меня поддержать прям ну вот конкретно, то переходите тоже по ссылкам в описании, там же на Бусти и Патреоне все будет. А тебе спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. Аааааа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok